Рада приветствовать всех зрителей, я гроссмейстер Карина Амбарцумова, продолжаю разбирать для вас партии матча за звание чемпиона мира. Сегодня мы рассмотрим пятую партию матча, в которой Ян Непомнящий играл белыми фигурами, Динг, Лежень, Чо. Напомню, что вчера был выходной день, и, конечно, это обстоятельство должно было пойти на пользу Яну Непомнящему, потому что до этого он партию проиграл черными. И, соответственно, после выходного главный вопрос заключался в том, сможет ли Ян белыми поднадавить и поставить проблемы перед Дингом. Сегодня Ян сходил Е4, уже такой ход встречался, одну партию Ян начинал с хода Е4, одну партию с хода Д4. В этой партии вновь возникла испанская, слон Б5, А6, слон А4, конь Ф6, 0, 0, слон Е7. Да, и в первой партии Ян избрал разменный вариант после хода слон С6, ДЦ. Сегодня же он пошел в классическую линию, пошел Д3, ну, тут два хода защитить пешку на Е4, ладья Е1 и Д3, Ян избрал ход Д3. Возникла такая вот позиция, достаточно стандартная для испанской, ракировка, А3, слон Б7, пока ничего нового тут нет, А4. По-разному черные ходят, ну, вот, к примеру, А6 такой ход существует, после чего ладью выводят на Е8, чтобы нигде не было нападения на поле Ф7. Именно для этого ход А6 делается и так далее. Эти позиции игрались много-много раз, слон Ф8, как продолжение конь Ф1, потом конь А5. Здесь же деньг пошел конь А5 сразу, белые предпочитают оставлять слона на длинной диагонали, мы знаем, что вот этот слон, испанский слон, всегда смотрит в сторону Ф7 и напрягает черных. Ну, было сыграно Ц5, теперь последовал слон Ж5. Также один из типовых планов, размен слона на коня, на Ф6, потому что поле Д5 здесь контролируется конем, и на самом деле здесь лучше белым оставить коня. Ну, мы видим, что слон на Ф6 тоже не самая лучшая фигура, ограничен собственными пешками, а так у белых есть шанс потом перевести собственного коня, допустим с Б1 на поле Д5. В дальнейшем такой план и пытался провести Ян, то есть он пошел конь БД2, все стандартные, стандартная игра, слон Д5, связать коня на время, ладья А1, Ф1, Ф7, продолжается развитие, черные заняли линию, но особо с этой линией ничего они сделать не могут, слон Д8, переводит слона на поле Б6, чтобы слон как-то черный, чернопольный был поактивней. Конь Ф1, как раз таки вот этот стандартный план, с Б1 конь идет на Д2, потом на Ф1, потом на Е3 или Ж3, и по ситуации или на поле Д5, или на поле Ф5. Конь Е7 было сыграно, разменяли белопольных слонов, и последовал ход Конь Е3. А Д5 провести нигде особо не получается, из-за того, что Е5 пешка подвисает. Да, и вот здесь такой момент, что, в принципе, черные могли пойти Ж6, взять под контроль поле Ф5. На самом деле, король-то особо не ослабляется, чернопольного слона нет, поэтому эта пешка нигде не зависнет. Ну, какая-то такая позиция может возникнуть. Допустим, если прерываться Д4, тогда черные возьмут, поставят С4, потом Конь С6. Позиция, в принципе, боевая, никаких таких серьезных проблем у черных нет в этой позиции. Они атакуют немножко центр, потом слона могут сюда, могут и вернуть сюда слона, поднадавить на пешку. Но в этой позиции, вместо хода Ж6, Динк предпочел ход слон Б6, что тоже нормально, перевести слона на вот эту диагональ. И Ян играет А4. Сильный ход, на самом деле, идея зафиксировать пешки черных ходом А5, после чего переводить коня через поле А4 на поле Ф5. Динк ходит, ферзь С6, теперь последовало А5, С4. Черные стремятся к скрытию слона. Здесь Д4. Пешка на Е4 не висит у белых, потому что будет Конь С4. Скрытый удар, нужно уходить ферзем. После размена на Б6 теряется пешка на Е5. И очень плохая ситуация для черных. Поэтому Д4 ход хороший. ЕД было сыграно. Конь Д4. Теперь мы видим, что в результате разменов образовалась отсталая пешка на Д6 у черных. Ну, такие структуры тоже зачастую встречаются в испанской партии. Ничего нового. И вот здесь такой достаточно важный момент в партии возник. Потому что стоит вопрос, куда уводить ферзя. Можно, конечно, побить и на Д4, но тогда ферзь берет. И после этого белые стараются атаковать отсталую пешку на Д6. Поэтому стоит отойти ферзем. Вопрос, куда? Динг пошел в ферзе 5. И это серьезная неточность. Лучше было уходить на Б7. Оставить ферзя на этой диагонали, чтобы еще в сторону пункта Е4 смотрел ферзь. К примеру, теперь есть идея поставить коня на Ф5. Но следует ход слон Е3 в таком случае. Слон Е3. Допустим, конь Е3. Побить можно на Е4. Ферзь Д6. Теперь конь Ф5. Конь связан. Не может бить. Из-за того, что ладья висит. Но форсированно мог возникнуть такой эншпель. Ферзь. Д5. Ферзь Д5. Конь Д5. И позиция, на самом деле, все равно с преимуществом у белых. Потому что белые начинают атаковать вот эти пешки. В первую очередь, пешку Б5. Ну, после того, как Б5 съедят, то пешку С4 будут окружать. То есть, допустим, король Ф8. Конь С7. Ладья Б8. Ладья Д1. Ладья хочет зайти сейчас на Д5 и атаковать пешку Б5. Все равно у белых есть давление в этом эншпеле. Но ход Ф7 все равно бы лучше. Здесь Динг пошел в Ферзь С5. Да, и вот тут был важный такой ход у Яна, который позволял ему получить серьезное преимущество. Но он не воспользовался неточностью Динга. Ян пошел здесь в Ферзь Ж4. Сильнее было пойти Ферзь Ф3. Грозит еще при случае где-то Е5. То есть, такой рентген в сторону Ладьи сейчас существует. Ну, к примеру, если Ладья просто куда-то отошла, да, Ладья А7, тогда следует еще и Конь Д5. Еще одна идея есть. Конь Д5. Если Конь Д5 бить, тогда происходит размен. Ладья хочет вторгнуться или на это поле, или на это. Если контролировать это поле, то Ладья попадает на седьмой ряд, и здесь полная доминация у белых, они выигрывают. Если же, допустим, после Ф3 пешку блокировать Ферзем на Е5, тогда Ферзь очень легко сбивается с этого поля. На ход Ферзь Ж5 следует вот этот прорыв. Ладья подвисает. И на ход Д5 падает пешка на Б5. Все отлично у белых. Поэтому на ход Ферзь Ф3 черным надо делать какой-то ход Ладья Е8. К примеру, теперь Конь Д5 хода нет из-за того, что связка Конь Д5, ЕД и Ладья падает. Нужно ходить как-то Ферзь Ж4, и теперь Ферзь хочет попасть на Д7 с темпом. Ну, мы видим, что примерно то же, что в партии, только в партии Ладья на А8 стоит. А тут белые ходом Ферзь Ф3 заманили ее на Е8. В этом разница. Ну и какой-то примерно такой вариант может возникнуть. Ж3, но Б5 нельзя было бить, потому что там фигура в конце варианта терялась. Слон С5, Ферзь С7, к примеру. Ферзь Б7, там пешку съели. На Слон Д4 шаг. Король уходит. Вот такая ситуация возникает. Так, так. И так далее. У белых все равно давление есть. Они активничают тут. И они нападают. И тут висит пешка. Так что у белых все равно очень хорошая позиция. Да, но Ян пошел сразу в этой вот ситуации. Место хода Ферзь Ф3. Он пошел сразу Ферзь Ж4. Теперь последовал Ферзь Е5. Ход хороший. И Конь Ф3. Пытается Ферзя сбить. Здесь также можно было внедриться на поле Д7. Как по аналогии с предыдущим вариантом. Допустим, Слон Д4, ЦД. А брать на Д4 нельзя, потому что Конь упадет. Вот, если взять на Е4, то Ф3. Ферзей не меняем. Ферзь Б7 с темпом. Взять на Б5. Владя висит на Е8. Висит пешка. Король Ф8. Ферзь Е4. Допустим, так. Брать нельзя коня, потому что связан. Поэтому уходим на С2. Так. Берем. Ну, вот какой-то, в общем, длинный вариант. В конце у 1 Эншпель мог получиться. 4 против 3. Но пешка близко достаточно к королю. Думаю, просто должно быть ничейное даже просто позиция. Поэтому, в принципе, Ферзь Д7 был, возможно. Была возможность. Но, если черные идеально играют, то у белых нет. Прямо большого преимущества. Но черным надо найти все эти ходы. А это сложно. В партии же было сыграно Коньев 3. И Ферзь пошел на Е6. Предлагает размен. Естественно, белые ни на какой размен не соглашаются. Тем более пешки соединять тут. Они ходят Коньев 5. И черные начинают допускать неточности. Следует ход Коньев 5. Лучше было пойти Ферзь Ф6. И не менять пешечную структуру. К примеру, если пойти Конь Е7, то берет Ферзь Е7. А теперь, если пойти Ферзь Ф5, то Солнце 5. То есть, лучше играть с этой структурой пешечной. Линия Е не открыта. Как в партии. В партии же оказалось, что линия Е открыта. Потому что после Коньев 5 Ян берет пешка Е. Сохраняет Ферзь Е, естественно. И это на руку именно белым. Да, у них сдвоенные пешки. Но линия важнее тут. Тем более, эта пешка на самом деле очень даже сильная. Она в какой-то момент Ф6 может двинуться. Теперь последовав Ферзь Ф6. А вот это уже грубая ошибка, так скажем. Уже очень тяжело после этого хода черным. Еще можно было пойти Ферзь Д7. И это было лучше. Ф6 хода нет из-за связки. Если Ферзь Ф4, тогда можно ходить Слон Д8. На самом деле, Слон тут ничего вообще не делает. Потому что Ф2 надежно защищено. И толку от слона на этой диагонали нет. Поэтому слона можно перейти на эту диагональ. Во-первых, будет блокировать пешку в 5. Во-вторых, Б4, где-то возможен план. Подрывать вот эти пешки. Ферзь Е4 было, допустим, как вариант. Д5. Допустим, такая связка. Король ушел. На Ж4 шаг. Ну и какой-то такой эндшпиль может возникнуть. Черные тут держатся неплохо. Потому что они сейчас контр-игру хотят начать. Б4 срочно вот эти пешки разбить. На Б2, допустим, съесть. А после этого пешку С быстрее двигать. Поэтому Ферзь Д7 нормально было здесь сыграть. Но последовало Ферзь Ф6. Очень-очень большая неточность. Ферзь Е4. Теперь дело в том, что если пойти Ладья А7, тогда Ферзь А6 просто. Все висит. Все плохо. Поэтому было сыграно Ладья Б8. Ладья Б8. Ян начинает потихоньку усиливать позицию. Очень хорошо играет. Ладья Е2, Слон С5. Ж4 такой ход. Очень даже хороший ход. Мы увидим, почему в дальнейшем. Ферзь Д8. Ферзь Д5. Начинает зажимать просто динго. Тут черным какой-то активный план контр-игру найти очень-очень сложно. Да. И на самом деле черным стоило даже ценой пешки, но активизироваться хоть чуть-чуть. Надо было уходить здесь Б4. Обязательно. Да, отдать эту пешку на С4, но хоть как-то свои фигуры вывести. К примеру, БС, БС. Ферзь Д7. Ферзь хочет попасть на поле С6. На эту диагональ. Тем более, Ж4 все-таки белые пошли. Немножко король их тоже прославился. Если король Ж2, то Ферзь С6. Если Ферзь Д5, тогда Ферзь А4 начинает на пешку Ж4 нападать. К примеру, может тоже какой-то эндшпиль такой возникнуть. У белых лишняя пешка, но надо еще выиграть. Не так-то просто. Здесь это сделать, учитывая, что пешки тоже сдвоены у белых. Поэтому Б4 надо было уже просто пешку отдавать, но освободиться хоть чуть-чуть. Хоть как-то свои фигуры активизировать. В партии же было сыграно королев 8. Ситуация просто ухудшается с каждым ходом у черных. Да, и вот здесь интересный такой момент. Есть три поля у короля. Как можно короля увезти куда-то профилактически? И вот самое сильное поле, самое хорошее поле для короля – это поле H2. В чем суть? На самом деле у белых есть идея переводить в какой-то момент коня. Ну да, пока Ферзь стоит, мы не можем это сделать. Но если Ферзь пойдет на С8, это одна из ключевых защитных идей черных. Ферзь пойдет на С8, чтобы потом на Б7. И теперь мы видим, зачем король именно на H2 в такой ситуации нужен. Тогда можно пойти. Конь H4. Ферзь Б7. И теперь белые не обязаны менять Ферзей. Они могут просто отойти назад. Потому что по этой диагонали Ферзь ничего сделать не может. Теперь Д5. И после Ф6 Конь попадает на поле Ф5. Сильнейшая доминация белых. У них позиция выигранная. Именно поэтому король H2 такой более хитрый ход. Партия была сыграна король Ф1. И это все-таки позволяет черным проводить план, связанный Ферзь С8, Ферзь Б7. Ну, в партии они так не сыграли. Но давайте посмотрим, в чем разница. Ферзь С8. Если теперь пойти Конь H4, это не то же самое. Потому что ход Ферзь Б7 вынуждает размен Ферзей. Ферзь не может отойти, потому что будет мат Н1. В этом разница. Но все равно, честно сказать, Эншпиль очень-очень плохой для черных. Потому что белые съедают эту пешку. И у них образуется отдаленная проходная. Но, по крайней мере, черные как-то тут еще продолжают игру. Как-то в Эншпиле, да, будут пытаться что-то сделать. В партии же было сыграно ладья С8. И Ян находит очень сильную идею. Ладья Е4. Идея этого хода пойти Ж5. И ладьей по четвертому ряду атаковать потом. Здесь ладья Б8. Мы видим, что Динг избрал тактику выжидания. Но очень плохая тактика выжидать тут чего-то. Потому что белые усиливают позицию каждым ходом и нападают. Но, может быть, он не видел просто той идеи, которую Ян хочет осуществить. И Ян ее проводит. Ж5. Супер мощный ход. В чем идея? АЖ была сыграно. Теперь ладья Ж4 нападает на пешку. И ключевой момент. Нельзя ходить Ф6 из-за хода конь АЖ4. Такой красивый ход проходит. Теперь, если бить, тогда АЖ6. И белый просто выигрывает моментально. Нельзя бить, потому что мат два хода. И, соответственно, после хода конь АЖ4 можно сдаваться. Вообще, я смотрела видео, и у меня возникло ощущение, что Динг не видел вот эту идею. Что на Ф6 конь АЖ4 будет. Потому что он играл достаточно быстро до этого момента. Вот. Пошел АЖ быстро. И после ладья Ж4 начал думать. Потому что он, видимо, понял, что Ф6 не работает из-за хода конь АЖ4. И, соответственно, все его вот эти выжидательные ходы, они не имели никакого смысла. Да, теперь позиция Яна абсолютно выигранная. Здесь был ладья А8. Конь Ж5, ладья А1. Король Е2. Шаг ничего не дает. Конь вернулся. Ферзь Е8. Теперь король Ф3. Ферзь А8. А самое главное, что любой эншпиль тут еще и выигранный. Потому что следует Ф6. И образуется крайняя проходная, которая очень быстро проскакивает. Слон, казалось бы, открыт. Да, стоит на Ц5. Защищен пешкой. На самом деле абсолютно бесполезная фигура. Никак помочь черным не может. Ну, допустим, если ЖФ бить, то пешку проводит просто. Белый путем АЖ6, АЖ7, АЖ8. В партии было сыграно Ж6. Ян выиграл пешку. Проходная на Ф6 сохраняется. Партия заканчивается через несколько ходов. Король Ж4 было сыграно. Ладья Б2. И после ладья Х6 Динг сдался. Потому что пешку Ф не остановить. Еще и матовые угрозы существуют. Ну, к примеру, если вот побить на Ф2. Последует ладья Х8 шаг. И на короле Ф7, короле Ф5. Мат или на поле Ж5. Или на поле Д6. Поэтому Динг не стал продолжать игру. И просто сдался после хода ладья Х6. Интересный матч получается. Мы видим, что соперники обмениваются уколами. Сначала выиграл Ян. Потом Динг отыгрался. Сейчас опять Ян выиграл. Поэтому очень интересно наблюдать. Очень интересно следить. Партия, естественно, не без ошибок. Но тоже очень интересный. И предсказать итоговый результат, я думаю, вообще нереально сейчас. Потому что я лично не думаю, что Непомнящий сможет спокойно сделать ничьи во всех оставшихся партиях. И сохранить вот тот счет, который у нас сейчас есть. Но посмотрим, как будет развиваться игра. Может быть, Динг наоборот сейчас будет идти вперед. Где-то палку перегнет. И Непомнящий будет лидировать на 2 очка. Поэтому посмотрим. Думаю, что нас ждут очень интересные игры. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. Тогда вы не пропустите мои обзоры. Спасибо вам за внимание.